Не просто конкурс красоты. 16 участниц ежегодного конкурса Miss Fitness Bikini на днях боролись за звание самой красивой, подтянутой и спортивной. Наша съемочная группа в этот день работала и в зале, и за кулисами, где мы не только увидели много интересного, но и попытались узнать у участниц конкурса секрет идеальной фигуры. Идеальный сценический макияж, прическа, волосок к волоску и ровный бронзовый загар, выгодно подчеркивающий рельеф и тело. Участницы конкурса Miss Fitness Bikini 2016, конечно, волнуются перед выходом на сцену, ведь красивое и спортивное тело, которое будет оценивать жюри, досталось им вовсе не от природы. Это результат многомесячного труда. Все девочки прошли очень длинный путь, длинный путь подготовки к этому дню. Все они, безусловно, имеют очень хорошую форму, спортивную, все они очень красивые. Я считаю, что каждая из нас достойна победы. Сейчас я чувствую немножко волнение, это, конечно же, оно присутствует. Все девочки готовы, я готова выйти на все 100% показать себя. Конкурс Miss Fitness Bikini лишь первая ступенька лестницы, ведущей в мир спорта. Фитнес-бикини номинация женского бодибилдинга, и, как считают многие представители сильного пола, самая эффектная. Жюри оценивает не только рельефность мышц, но и пропорциональность и женственность фигуры. Однако шоу-спорт, красота и мода, который ежегодно проходит в Личкороле, это не только состязание бикинисток. Здесь есть место и модным дефиле, и показательным выступлением приглашенных спортсменов. Наши шоу уже проходят шестой раз. За это время мы подготовили больше ста девушек на это мероприятие. Кто-то занимается до сих пор спортом, кто-то уже перестал. Это мероприятие им дало очень многое. У них самооценка повысилась, и визуально очень большие изменения. Глядя на этих красивых, подтянутых и уверенных в себе девушек, может показаться, что с идеальными формами они уже родились. Однако это далеко не так. У каждой из них своя история. Многие в спортзале распрощались с лишними килограммами и сантиметрами на талии. Некоторые из них уже мамы. Нашли в себе силы не только вернуться к своему размеру после рождения ребенка, но и довести фигуру до идеала. За плечами многие месяцы тренировок по индивидуальным программам, которые написали лучшие инструкторы фитнес-центра. Здоровое питание без сладкого и фастфуда и правильный режим сна. Конечно, каждая из них мечтала о победе. В этот раз было разыграно сразу два комплекта медалей. Для девушек ниже 163 сантиметров и для участниц выше этого порога. Однако кубок абсолютно чемпионки и главный приз. Норковая шубка достались только одной. Дарье Веретенниковой. Я вкладывала в это свою душу. Я действительно отказывалась себе во всем ради достижения этой цели. И сейчас это награда, которую я считаю, я заслужила. Я буду дальше стремиться к лучшему и собираюсь выступать на соревнованиях уже на весенний сезон. Продолжение следует...